Всякой другой задачи. Ну, а еще один элемент новой системы в 2010 годы уже возникает, когда формируется система оценки эффективности ученого. Бальная система KPI, в которой публикационная активность становится одним из важнейших критериев работы, которые очень нам знакомы. Но сейчас, особенно для ведущих университетов, ключевыми становятся показатели публикации в Scopus, Web of Science. И вообще, этот вектор задан задачей, поставленной президентом, довести рейтинг публикации российских исследований до 2,44%. Это задача для министерства, для всей науки. И министерство всех развернуло к этой задаче. Что мы получили в итоге этих ключевых нормативных изменений? Во-первых, то, что свобода публикаций вызвала огромный рост количества журналов. Сегодня насчитывается около 3-4 тысяч научных периодических изданий. Что, на мой взгляд, далеко не соответствует уровню и качеству реальной науки в России. Почему это возникло? И что при этом произошло? Требования к публикации, к защите диссертации, о которых я сказал, создали рынок авторов. Если раньше журнал формировался рынком читателей, то, если есть спрос читательский, значит, журнал существует. Если контент качественный, значит, у него есть финансовая основа. Вот сейчас, когда важнее публиковать, а не читать, основой финансовой, основой журнала во многом становится автор. Он должен тем или иным способом или оплатить статью, или купить экземпляры. И в итоге получается эта система рынка авторов, а не читателей. Там, где статьи публикуются, а не читаются. И это абсолютно ненормально. Ну, а второе, то, что введение критериев публикационной активности, оно вызвало поток публикаций. Это в целом, конечно, хорошо. Творческая научная деятельность. Но это, опять-таки, тот поток, который не мог войти в существующий журнальный сегмент и создал целое море новых журналов, учредителями которыми стали ВУЗы. Различные вестники. Эти журналы имеют уже свою финансовую основу. Их финансируют ВУЗы. И тоже страдает именно рынок читательского спроса, который раньше регулировал качество литературы. Ну, в частности, благодаря этому и возникли системы открытого доступа, такие как киберленинги, где все можно получить бесплатно. А в ответ, вот те традиционные журналы, которые на подписке существовали, их финансовая основа подрывается, рыночная конкуренция подрывается. И сами вот те рейтинги, которые существуют, ради которых все это было запущено в процесс информационного производства, перепроизводства. Все это шатается, становится очень необъективным, непонятным. В общем, сегодня мы имеем просто публикационный поток. А что в нем качественно, что некачественно, очень непонятно. Вот подобного в целом в других странах нет. Там не авторы платят за журналы, а наоборот они получают или там не получают. Сейчас, конечно, не получают гонорары, но тем не менее ничего не платят. И вузы, как правило, не становятся издателями журналов, кроме нескольких Кембридж-Оксфорд. Они там еще с 17 века уже были издательствами. Но, в общем, вузы не занимаются изданием журналов. Это задача именно издательского рынка, коммерческих издательств, который совершенно отдельно стоит особняком от учебного процесса, от профильных задач вуза. Таким образом, вот к чему я это все говорил. Зафиксировать немножко вот эту не очень нормальную ситуацию, когда наличие жестких формальных требований к ученым, оно руководствовалось добрыми намерениями, призвано было стимулировать естественный рост публикационной зрелости. Но на деле во многом привело к пустому количественному росту, падению критерий качеств, усложнению продвижения действительных ученых и лидеров, и вообще информационной такой замусоренности. Вот эта ситуация, я считаю, сложилась на журнальном рынке, к которому, слава богу, мы не имеем прямого непосредственного отношения, а сохраняем в такой более девственной частоте наш сегмент. А вот по цифрам, что получается с научной публикацией в России. Это показатели Web of Science, то есть именно нашего островка качества. Вот, ну, как вы знаете, когда-то в 80-е годы у нас был уровень СССР 5%, вот в 2010 году вы видите, в 2012 даже, этот уровень опустился до 1,5%. Ну, и благодаря усилиям, которые предпринимаются, он начал расти. Вот сегодня это уже около 2%, а задача 2,44%. Вот ради этого все эти KPI и вся наша публикационная активность в масштабах страны. Вот, ну, а что все-таки о публикации в формате электронной книги? Нужно ли это делать и что мы здесь получаем? Вот, ну, во-первых, ЭБС это платформа для изданий, а не статей. Статьи сюда вообще у нас не появляются, появляются только журналы, а журналы предоставляются издателями. Так что, когда вы публикуете статьи, на ЭБС опубликовать их у вас не удастся. Вот, основа ЭБС вообще это книжный формат. И вот именно публикация книжного формата, это та новая возможность, которая возникает у преподавателя. Ну, я хотел здесь только обратить внимание, что вот книжный монографический формат научной работы, слава богу, еще не испорчен вот этим административным вмешательством. То есть, это остается естественное поле для настоящей научной конкуренции, подлинной научной карьеры. И в книгах, по крайней мере, большая вероятность сразу встретить именно продуманную научную работу, на которую отдано время, а вот не просто публикационные статьи, созданные лишь бы опубликоваться. То есть, писать монографии и учебники это выгодно. Но выгодно в дальносрочном, стратегическом плане. Это как прицельный выстрел в карьеру, который действительно поможет ученому подниматься вверх. И причем, чем более будут дискредитироваться средства, количество роста научной публикации этих журнальной сфер, тем более будет выше ценность таких честных, качественных форм построения научной карьеры, тем больше будет ценность книжного монографического формата для карьеры ученых. И обращаю ваше внимание, что политика и издательство Директ Медиа, и БС Университетская Библиотека Онлайн во всем, что касается публикации, ориентируются на поддержку и развитие настоящей науки, подлинных лидеров науки, настоящего качественного обучения. То есть мы в эти игры не играем и стараемся везде поддерживать подлинный научный процесс, а не его имитацию. В этом может быть плюс. Ну что же, я завершил описание такое достаточно доброе, долгое, прошу извинения, вот такой философско-методической части, зачем нужны публикации. Что такое публикационное пространство, и в какой именно сегмент этого публикационного пространства вы попадаете в нашу ЭБС. Не уверен, что успею всю практическую часть изложить, но начать мы ее должны, и тогда продолжим на следующих занятиях. Теперь я хочу показать, как это осуществляется у нас, публикация в практическом поле, и что, собственно, требуется делать, и действительно какие-то новые особые бонусы, которые вы здесь получаете. Ну, во-первых, какие издания можно опубликовать на нашей платформе, в нашем издательстве. Во-первых, конечно, приветствуются в первую очередь новые издания. На них заключаются договоры, и за договоры нового издания автор получает два бесплатных печатных экземпляра, помимо того, что это размещается на платформе. Второй формат, который мы тоже приветствуем и позволяем, это электронные издания, ранее вышедшие бумажные книги. Если вы раньше на ваше издание не передавали электронные права, значит, они остаются у вас, и вам очень стоит опубликовать это в электронном виде. Как я сказал, именно тогда вы получите аудиторию для нее и настоящий доступ до каждого, что называется, ученого. А в целом, те форматы, которые у нас принимаются, их четыре. Учебник, само собой, монография, само собой, и коллективный сборник. Сборники конференции, то есть, все, что создается в всяких дискуссионных, коллективных форматах. И еще один важный формат, это сборник статей. Журнальные статьи отдельные, как я сказал, мы не публикуем, но каждый ученый имеет право, и особенно, если там себя уважает, свои лучшие статьи формировать в отдельные издания. Вот этот сборник статей он сам составляет, и мы его после редакторской небольшой обработки публикуем. Так что, вот это вот все книжные форматы, в которые входят и диссертации, и даже квалификационные работы, другие дипломы. Все, что может выйти в более-менее крупном формате, больше, чем журнальная статья. Со своими, соответственно, реквизитами. Теперь, как это сделать? Очень просто. Я буквально сейчас пробегусь по скриншотам, сами этапы, а в дальнейших наших занятиях, кого это заинтересует, вы можете вот с тонкостью и всеми особенностями. Значит, у вас у каждого есть свой аккаунт, личный кабинет преподавателя, и там есть закладочка «Мои публикации». Здесь вы добавляете файл, который хотите издать. Его нужно предварительно аннотировать, то есть полностью включить всю информацию, аннотацию, дисциплина, что, где, когда. Да, книгу можно проверить на плагиат, например. Но есть, в общем, ряд дополнительных бонусов. Мы это проверяем. Книга некоторое время будет находиться на модерации, проверяться редактором. Если книга принимается, то с автором заключается лицензионный договор с вознаграждением. Далее книга проходит издательский цикл, хотя сразу предупреждаю, что мы требуем, чтобы максимальная работа, подготовка была уже проведена автором. Мы не принимаем просто рукописи и начинаем их набивать и так далее. Это только с большими авторами происходит. А в целом сама технология ориентирована на то, что автор уже сегодня, современный автор, умеет подготовить книгу в таком базовом, стандартном формате. Сам текст, заголовки, абзацы. Так что книга проходит издательский цикл, публикуется. И автору высылается два экземпляра отпечатанных книг. Дополнительные опции можно проверить на уникальность плагиат, но только по нашей собственной базе. Можно заказать пакет продвижения. Это уже будет стоить некоторых денег. В первую очередь это деньги на обязательные экземпляры, которые пойдут в Российскую государственную библиотеку и другие места, книжную палату. И какие-то для рекламы небольшие средства. Еще дополнительные опции в книге можно вставлять интерактивные элементы. Технологии продвижения книги. Это сегодня очень важно в информационной перегрузке. Книга уже опубликована и здесь вы уже можете начать с ней работать. От того, как автор работает с книгой, зависит ее успех. В первую очередь это, например, рекомендации на различных других сайтах. Ну и оценки, некие рецензии на сайте собственной книги. В общем, если автор и его коллеги начинают продвигать книги, она, разумеется, сразу идет вверх и имеет успех продвижения. Теперь расскажу о некоторых особенных преимуществах, которые имеет цифровая платформа. В частности, объединение мест публикации исследований. В бумажном ландшафте всегда разделялись исследования и публикации. Место исследования, оно там происходит где-то в лаборатории, и место публикации это где-то в издательстве, в журнале. Вот одно из важнейших преимуществ цифрового формата, то, что место исследования можно сделать местом публикации. Что эти места можно объединить. И тогда исследования становятся публичными. То есть, вы можете с самых первых каких-то этапов демонстрировать их, выносить на суд публики научного сообщества. Это могут быть отдельные части, разделы. Это может быть первая версия черновик. То есть, вы можете обращаться за оценкой, советом, получать обратную связь. Разумеется, для исследования, особенно гуманитарного исследования, это очень и очень важно. И тогда уже публикация будет естественным результатом вот такого публичного исследования. Это уже будет апробированная публикация. Вот такое вот объединение поля исследования и публикации, по моему убеждению, будет порождать совершенно новое качество наушной работы, ее обогащение. И этим рекомендую пользоваться. Ну и вместе с этим появляются возможности более активного участия и оценки в исследовании, в публикации. На нашей платформе можно не только публиковать, то есть, предъявлять свою работу для чтения, но и организовывать вокруг нее дискуссию, привлекать к ней внимание. Например, можно включать функцию оценки. И тогда вы увидите, как реагирует на книги. Особенно это для студенческих работ важно. Можно добавлять дополнительные материалы. Иллюстративные, текстовые, интерактивные. Вот это, правда, сейчас в работе, в ближайшее время будет доступно. И, разумеется, такие вещи, интерактивные публикации, она позволяет привлечь больше внимания, глубже вовлечь считателя в работу. То есть, очень ценно для продвижения своей научной работы. Работе присваивается ASBN или DAI, в зависимости от того, что издается. Для научных монографий, для книг это ASBN, для студенческих работ это цифровой идентификатор DAI. Ну и среди опций опубликованную работу всегда можно заказать в печатном виде. Вот так вот выглядит такая вот страничка книги. Как видите, студенческая работа. Кроме описания, здесь и есть возможности бальной оценки этой работы со стороны читателей. Каждая работа оформляется на предмет авторских прав. Вообще, она оформляется как книжное и научное издание издательства Директ Медиа. То есть, соответственно, проходит рецензирование. На каждую работу оформляется или лицензионный договор с выплатой Royalty, или открытая лицензия, когда автор отказывается от всяких выплат и ограничений для того, чтобы книга действительно получила свою аудиторию, чтобы она была более популярна. Это тоже важно. Ну и в качестве автора преподаватель получает особый личный кабинет со статистикой использования. Для этого нужно свой аккаунт связать с аккаунтом автора. Тогда будет видна статистика. Приближаемся от цифровой публикации к печатному, потому что на нашей платформе каждая публикация и та, и другая. Каждая работа превращается в издание, и любое издание, хоть оно и электронное, оно может быть издано в печатном виде. Каждое издание поступает в каталог RINZ, фигурирует в рейтингах цитирования, может быть заказано, реализуемо через розничную сеть, она попадает в библиотеки, магазины. Она распространяется и в виде электронной книги, в ЭБС, в интернет-магазине, в приложениях. То есть мы обеспечиваем электронной книге тотальное присутствие и в каналах цифровых, и в каналах традиционного книгоиздания. Ну а автор в личном кабинете может следить за статистикой и соответственно своими за вознаграждением. Ну обычно оно предупреждаю невелико в условиях такой малотиражной научной деятельности. Теперь коротенько блок, касающийся библиометрии и цитирования. Ну цитирование это один из показателей, как я сказал, качества публикации и признания. Поскольку времени мало, я уже быстренько пробегу. Ну главный здесь инструмент в российском пространстве остается RINZ. Ну и появление этой книги в RINZ и на нашем портале, и на портале e-library позволяет увеличивать доступ к книге, повышает ее цитируемость, узнаваемость. В электронном формате важно то, что сама гиперссылочность, сама форма благоприятствует формам цитирования. То есть электронную книгу цитировать легче. Ну и почему именно ЭБС здесь? Что вносит ЭБС? Скажем, многие нам отвечают, а мы и так поместили там свои сборники, конференции или книги в RINZ. Ну важно не просто присутствие на платформе e-library. Да, у e-library есть большая аудитория, но у нас она не намного меньше. И она совершенно другая. Это другие процессы. Это все равно, что сказать, вот у меня лежит в одном магазине, а в других магазинах вообще не должна лежать моя книжка. Главное, что мы создаем здесь наш рабочий процесс, в котором публикация будет читаться и затем будет в виде цитат переходить в другую публикацию. То есть мы создаем полноценную среду научной коммуникации, ось взаимодействия и читателей, и авторов, в результате которой и возникает процесс цитирования. Вот еще раз этот процесс. Текст сначала должен быть прочитанным, чтобы стать потом цитируемым и снова появиться уже в другом тексте. Вот если нет вот этого процесса, то никогда не будет никаких показателей и цитируемости. Вот ЭБС такой процесс формирует так же, как и формирует например научный журнал. Но если научный журнал разводит эти места, то ЭБС совмещает все в одном месте. Превращает в один цикл. Поэтому опубликовать работу в ЭБС в гораздо большей мере повышает вероятность цитирования, чем просто опубликовать. И что мы для этого делаем, чтобы повысить цитируемость? Ну, во-первых, создаем культуру цитирования, облегчаем создание цитат, выделяем список литературы, передаем данные в РИНС, отражаем изменения РИНС в личном кабинете. Все можно видеть. Вот таким образом этот процесс мы снабжаем отдельными сервисами. Вот кратенько их формат. и вот эти сами сервисы. Например, цитатник, облегчение процесса цитирования. Читая книгу, в любой момент можно это скопировать в свой реферат с сохранением страницы всех-всех особенностей издания. Потом перепрыгнуть. Это называется у нас мастер-реферат. Таким образом мы формируем культуру конспектов и цитирования. Все, что интересно останется в реферате. Всегда к этому можно возвратиться. Потом очень важный элемент библиографической запись книги. Сразу легко процитировать эту книгу, перекинуть свою работу и так далее. Это сервис, который у каждой книги присутствует. Потом особенность нашей платформы, ни у кого больше такого нет, это создание списка литературы книги. То есть та рекомендованная литература, которая у вас в самой работе, мы ее выносим отдельно на страницу книги, как вы видите. И благодаря этому во-первых Ринц сразу их определяет, включает свои базы. Ну и люди сразу видят, что реально цитируется. То есть это сильно облегчает задачу узнавания цитирования работы. Вот собственно перехожу к финальному блоку. О базовых функциях я рассказал подробнее, если мы будем уже в дальнейшем с ними знакомить. Обращу теперь только последнее внимание, что мы продвигаем не только работы преподавателей наших, но и студентов. вот и один из основных вот таких наших форматов это публикация выпускных квалификационных работ, которые тоже должны быть научными и тоже являются научными работами. Вот в частности один из наиболее популярных форматов у нас конкурс студенческих работ дипломов, который прошел в этом году, имел 300 вузов участников, среди них было выбрано 200 работ и 18 работ были награждены, стали призерами, получили существенные премии и награды. Приглашаем и вас всех обратить на это внимание для своих студентов и своих вузов и принимать участие в этом национальном конкурсе. Ну, а в целом студенческая наука, конечно, один из бенефициаров электронного публикационного ландшафта. Если раньше для студента путь в научный журнал был практически закрыт, то вот ЭБС это те, кто открыли этот путь и надо, конечно, этот шанс всем нам использовать. Почему это важно? Ну, во-первых, развитие студенческой науки, оно вообще задает планку качества образования. Если студент предъявляет такие высокие требования к своему преподавателю, выиграют от этого все. Если он становится и уже чувствует себя в ранге ученого, это, разумеется, повышает и его самомнение, и облегчает его научную карьеру. То есть, мне кажется, такой вот шанс для реального включения студенческой науки в общей научной пространстве, его надо обязательно стимулировать и использовать, прощать. Особый момент, то, что в процессе публикации, который я вам кратенько продемонстрировал, происходит обучение научной работе. Это обучение, как правило, никто не производит в рамках университета. Преподаватель, даже научный руководитель, он занимается другим. Это может происходить только в издательстве. Вот у нас, проходя цепочку издательского согласования, студент сталкивается с этими требованиями, с нашей обратной связью. То есть, мы его учим публиковать научную работу. Ну, и то, что студент видит отзывы на своей работе, уже включается на платформу, где и другие настоящие научные ученые, научные работы присутствуют, это, конечно, очень важно. Он, так сказать, ориентируется на старших братьев. В общем, вот это то начинание, которое мы считаем здесь себя пионерами среди ЭБС и будем очень всех приглашать, участвовать в этом процессе, вовлекать своих студентов. Еще один момент, который тоже вам, базовый момент, который надо вам учитывать, что мы предоставляем не только публичное, национальное и даже интернациональное научное пространство. Вы знаете, что у нас ЭБС доступна во многих странах мира. И большой процент статистики приходит из этих именно стран. Но мы можем создавать и локальное публикационное пространство, в частности пространство УЗа. есть случаи, когда преподаватели, авторы, администрация не хотели бы, чтобы издания там были доступны все, а хотели бы, чтобы только в рамках своего УЗа. Это мы можем сделать цифровыми методами и многие этим пользуются. В этом случае те работы, которые опубликованы, будут доступны только своим студентам в рамках своего УЗа. При этом еще возникает целый спектр дополнительных возможностей, поскольку не накладывает такие лицензионные авторские ограничения. В своем кабинете автор для своих студентов и своего УЗа может загружать любые произведения, например, для использования в семинаре, в том числе других авторов. Это в рамках авторских прав имеет статус обучения на аудиторных занятиях и таким образом ничьи авторские права не нарушаются. В общем, в рамках таких закрытых доступа ВУЗа мы размещаем базы данных ВКР. Это тоже пользуется популярностью. Так что это вы должны иметь. Ну и еще один последний аспект это наша школа наушной публикации, наша методическая учебная работа с авторами. Что мы в рамках этого предоставляем платформу, поддержку и обучению искусству научной публикации, соединение процессов и мест исследования и научной публикации, о чем я сказал, реализация шагов фиксирующих для ВУЗа статус научной публикации, например, мы можем выдавать сертификаты, справки о том, что работа издана. Это создание систем мотивации и соревновательности поддерживающей научные таланты, ну и обучающие вебинары и для преподавателей и для студентов. Это обобщающие начинания, о которых я более подробно рассказал выше. Ну что ж, время уже подошло к нашему финалу, прошу прощения, что на несколько минут даже задержал вас. Надеюсь, все было не очень быстро, но во всяком случае к деталям всегда можно будет вернуться. Будут ли вопросы после моей информации с удовольствием на них кратенько отвечу. Так, вот первый вопрос. Электронные издания, монографии, учебные пособия без регистрации в информерегистре не принимаются в ВАГ. Что вы можете посоветовать? Ну, вообще, вот сейчас разрабатывается система регистрации сетевых изданий. Я буквально приношу извинения, что тем, кто приходил в среду на наши занятия и его пришлось перенести, это по уважительной причине произошло, потому что как раз мне пришлось ездить в Госдуму для обсуждения и принятия нового закона об обязательном экземпляре. Вот он позволит регистрировать в книжной палате все эти издания и в таком случае будет реальная регистрация, как обычной книги. Напомню, что в информерегистре регистрируется только электронные издания на носителях, то есть это диски. В целом любое например наше издание регистрируется можно записать на диск и зарегистрировать в информерегистре. Но как я подчеркнул вам у нас издания которые мы размещаем в ЭБС они являются книжными стандартными изданиями. То есть они получают АСБН ДОИ и они принимаются как обычные издания без всяких оговорок. То есть это не какое-то специальное электронное издание. Это обычное стандартное научное книжное издание. Ну и в доказательство вы можете и получить свои печатные экземпляры и всегда их заказать. Так. Можно ли опубликовать учебные пособия для старших классов средней школы? Да, конечно. Для любой аудитории учебного характера научного мы можем публиковать. Единственное, что мы не публикуем это художественную литературу. А как неудивительно к нам довольно много преподавателей приносят такую литературу. Но мы извиняемся, мы такую не распространяем. А так все, что касается обучения и для школы и для бизнеса сообщества это все мы тоже публикуем на наших платформах. Вот. Ну что ж, на вопросы ответили. Тогда ориентирую вас на настоящие вершины. Вот в этом году мы уже такую одну покорили Эльбрус. И уверяем, если вы будете всегда с нами, то будем эти вершины покорять с вами вместе. Что ж, очень благодарю вас за то, что вы были весь этот час рядом со мной. если какие-то будут вопросы, вы можете и дальше их направлять и мне, и по электронной почте нашего издательства. Ну, а в целом вы все являетесь подписчиком, открывайте свой личный кабинет, овладевайте возможностями, которые существуют для автора. Ну, и самое главное больше пишите интересных научных работ, мы всегда вам поможем их продвигать. Благодарю вас. Спасибо.